Поступил такой вот интересный вопрос, и я считаю его важным, редким. Правда ли, что мысли, наши мысли определяют течение нашей жизни? То есть как ты мыслишь, так примерно начинает складываться твоя жизнь. Я считаю, что примерно процентов на 90 это так обстоит, а вот 10% это кармические наши обязательства, которые мы образовали за предыдущие жизни, и хотим мы того или нет, но здесь нам придется их отрабатывать. То есть что определяют мысли, надо сказать? Мысли определяют наше окружение, то есть вы подбираете окружающих вас людей, созвучных вам по настроению, мировоззрению. Это важно понимать, потому что одни идут там, грубо говоря, это и профессиональные особенности, это и семейные особенности, это и дружба, хобби, так сказать, все это определяет наше мышление. И благодаря нашему мышлению действительно мы можем образовать много таких вещей, пространства, которые будут притягивать то, что мы мыслим. Мыслим мы там о музыке, значит, потихонечку будет что-то такое, типа музыкантам вокруг нас собираться, или мы туда будем стремиться. Будем мы стремиться там о каких-то видах спорта, значит, мы будем в этой среде вращаться. Вот, если мы увлекаемся спиртным, то, естественно, круг нашего знакомства будет вот такой вот. И, соответственно, мышление и мышление именно позволяют нашу жизнь сделать творческой. Но, что касается кармы, как говорится, в этом творческом процессе, тем не менее, будут идти те или иные кармические отработки, наработки, потому что мы же должны совершенствовать это. Иди. У нас должно быть совершенство происходить. И в жизни будут создаваться условия, хотим или не так хотим того, но они чуть ли не на ровном месте будут возникать какие-то такие ситуации, ситуации, благодаря которым мы будем, мы будем что-то решать, обтачивать. А именно, что мы будем решать? Мы будем прорабатывать те или иные побуждения, черты характера. Вот это вот стоит понимать. Сейчас еще дальше продолжим. Это моя жизнь. Жизнь. Свообразный полигон для того, чтобы наши побуждения, о которых я уже указывал, ну, напомним, их преподносят как инстинкты, что в переводе означает побуждение. Вот и все. Слово инстинкт такое, такое, грозное, такое вроде какое-то, непонятное такое, вот привлекательно-притягательно означает простое побуждение. То есть нас побуждают жить. Это побуждение к самосохранению, побуждение к продлению роду и дружбы, забота о родителях. Это все в одно побуждение входит. Далее побуждение у нас идет к лидерству. После лидерства идет побуждение к справедливости. И, наконец-таки, последнее побуждение – это творчество. Ах, какая красота! Какая красота стоит! Побуждение к творчеству. И вот, наверное, насколько эти побуждения у каждого человека выражены, выражены, то есть насколько ему важно себя сохранять, заботиться о своем здоровье, о состоянии, о наработке денег. Таковы у него черты характера на эту тему. Насколько для человека важна любовь, дружба, продолжение рода, забота о родителях, о семье, о детях. Вот, настолько у него выражена черта характера, которая будет прорабатываться в данной жизни. И далее стремление к лидерству. Насколько это выражено? Будет ли он с кулаками там пробиваться? Либо же следующее побуждение – отстаивание справедливости, чувство справедливости. Будет ли он на баррикады выходить, бунтовать, или еще что-то делать, или это ему все равно. Ну и наконец-таки, говорит, творчество. Для кого-то просто там что-то такое сделал и хватит. А для другого надо вот что-то грандиозное. И он без этого не мыслит свою жизнь. И вот эти все черты характера, характера, они должны так в течение нашей не жизни, а нескольких жизней, многих жизней, так должны обкататься, чтобы мы стали, будем так сказать, строителем Вселенной. То есть нас могли взять на эту должность, доверить различные силы, благодаря которым Вселенная будет развиваться, действовать там на благо, всему вот этому процессу жизни во Вселенной. То есть вот так вот, по большому счету, брать. Ну а не по маленькому. Вот. И тут, тут, как бы сказать, мыслительный процесс. Конечно, нужно мыслительный процесс осознать, что от тебя хотят, что в тебе надо изменить, для того, чтобы ты стал, будем говорить, показать Вселенной, что ты ей нужен. Вот. Какая интересная вещь. Выходим на какие понятия. Помимо зарабатывания пенсии, пропитания, чего-то там удовлетворения. А? Чувствуете? А что касается наших мыслей, естественно, это будет инструмент главный, подспорье в этом деле, что, что и как делать. Вот если взять святых всех этих религий, которые имеются в мире, то они занимались одним делом, совершенствовали именно вот эти качества, которые я перечислил, для того, чтобы стать угодным Вселенной, и разумной Вселенной. И она могла использовать у вас, как наш организм использует сердце, печень, почки, там и клеточки этих самых сердцев, печени, почек, сухожилий, костей, ногтей, зубов и так далее для своих нужд. Не надо думать, что мы тут живем сами по себе и все хотим, то тут и творим. Ничего подобного. Мы, как бы сказать, продукт большого замысла, большого замысла, и нужны Вселенной в том виде, в котором она нас задумала и хочет использовать, а не в том, который мы тут сами себе что-то там придумали. Сделаем банк, да, будем тут то и все делать. Так. Так вот, мыслительный процесс, мыслительный процесс позволяет действовать более осознанно, более целенаправленно и нашу жизнь сделать творческой. То есть, когда ты знаешь будем говорить, у тебя есть план и ты знаешь, как действовать, то, конечно, будет результат побольше. Ну, если мы берем, так сказать, вот именно просто жизнь отдельного человека, то это преуспеть в разного рода направлениях. Вот. И для этого очень хорошо изучать мысли, рекомендации тех людей, которые в этом деле чего-то достигли, а не просто так. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И, кстати, эта особенность обучения была всегда. то есть, приходили люди к святому, ага, вот слышали, он достиг того-то, 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 все. Они просто-напросто селились рядом, жили с ним и смотрели, что он делает, как он поступает. Вот так вот передавалась передавалась вот эта вот мудрость, обучение. теперь же, конечно, тут курсы там различные, обучающие. оно именно вот процесс умышления, какое оно должно быть, конечно, есть такие там курсы, занятия, но тут очень важно близость человека, который в этом деле смыслит, с учеником, который, как бы сказать, говорит, вот смотри, вот этот вот процесс пошел, мышление, смотри, что тут действует. Ага, допустим, ну, грубо говоря, вот такой сон снится. Раз. Вот смотри, такие вот люди появляются в твоем окружении. Вот такие действия ты сам ощущаешь на себе самому, на своем здоровье. И все это все это будет комментироваться, контролируется и разъясняется. Мыслями мы прорастаем в пространство и делаем, будем говорить, потоки, особенно черты характера, делают целые потоки в пространстве, которые потом привлекают те или иные обстоятельства. то есть действует такой магнит. Это очень интересная вещь. Кстати, вот тут мы выходим при работе с мыслями на такое понятие, как эгрегоры. Что такое эгрегоры? Эгрегоры, в моем понимании, это умственные наработки, информационные, энергетические наработки в одном направлении множеством количеств людей. допустим, врачебное дело, там, допустим, авиастроение, допустим, судостроение, допустим, там, просто строительство мостов, зданий, ну, и т.д., и т.п. Ну, плюс эгрегоры различных религий. Вот, и человек устремляясь мыслями туда-сюда, вступает в контакт и с такими понятиями, как эгрегор, и если, ну, говорить, он как-то искренен, ему это направление, как бы сказать, нравится, он подпитывает этот эгрегор, и эгрегор, естественно, начинает отвечать ему, также создавать условия, создавать различные, так сказать, предпосылки, для того, чтобы он еще более мог реализоваться, то есть, это тоже интересная вещь, такая, как бы сказать, не просто мы мыслям, мыслям, мысль наша, плюс, смотрите, что происходит, нет, не просто происходит, вот, если мы что-то замысливаем с вами, то мы тем самым подключаем огромное количество различных сил, ангельских или демонических, которые также начинают, в соответствии с нашими мыслями, как-то нам помогать, без них ничего не обходится, и в конце концов, человек, ну, я бы не сказал, что оказывается во власти каких-то сил, но тем не менее, мыслительный процесс определяет, что за силы он привлек к себе, и как эти силы в дальнейшем с ним поступят, то есть тут мы уже выходим на такие понятия, как ад и рай, даже вот такие вот, видите, насколько это все правдоподобно, насколько это все работает, но тем не менее, тем не менее, а теперь, ладно, подойдем к мышлению с позиции здоровья, вы уже все знаете, что существует позитивное мышление, не активное мышление, то есть позитивное мышление, 3 километра, еще 2 надо выдержать, это то, которое способствует тому, что не разрушает организм, а созидает его, или по крайней мере, поддерживает, то есть различное мышление есть, вот немножечко об этом сейчас поговорим, так вот, мышление, важно понимать, что мышление образуется не откуда-то там, со стороны, образуется в тонких телах нашего организма, то есть, еще разок повторяем, закрепляем понятие дух, атма, это то, что у нас от Бога частица, на основании которой будхи там различную информацию собирают о том, что дальше, что делается, дальше идет у нас ум, манас, вот что он там думает, манас высший, манас низший, высший думает о том, как бы угодить Творцу Вселенной, низший о том, как бы угодить ложному эго, которое формируется у нас в виде души, так, потом идут чувства, и вот эти чувства, они уж тут, если поддаться им, они нами руководят, то есть они уже направляют ум через побуждение на удовлетворение, поспать, поесть, там, и прочее, прочее, не будем углубляться, вот, энергия, то есть это энергия, которая берется с того, будем говорить, божественного вообще уровня, такая, знаете, как бы сказать, универсальная энергия, которую можно с помощью ума претворить в разные виды энергии, в творческую энергию, созидательную, разрушительную и прочие-прочие виды энергии, то есть это все делает наш ум под влиянием побуждения черт характера, желаний и прочего, и в результате вот все говорят понятие такого стресс, что такое стресс, это напряжение, то есть в наших тонких телах, которые, как бы сказать, сотканы из энергий разного вида, разного рода, вот это листва, красота, значит, в наших тонких телах, которые созданы из разного рода энергий, более гробых, менее гробых и прочее-прочее, они должны работать в таком режиме, скажем, гармоничном таком режиме, который поддерживает ихнюю структуру, внутренние процессы, которые бы шли на оптимальном, наилучшем для нас уровне, для жизнедеятельности организма, вот это все поддерживается там, и далее все передается на физическое тело, то есть физическое тело вообще кусок мяса, вот я иду, и как вообще его заставить, эту энергию массу, чтобы оно как-то там это самое, что-то произошло, через мыслительный процесс, то есть возникает мысль, которая, допустим, тут, грубо говоря, меня испугали, я сразу через тонкие тела передается на физическое тело, и я тут начинаю дробака делать, или вережать, или еще защищаться, вот, то есть резко повышается моя активность, вот, так, вот, когда наши, значит, мыслительный процесс начинает становиться, ну, как бы сказать, негативным, мыслительный процесс выполняет, можно так сказать, он выполняет просто работу, которая может быть негативной, которая может быть позитивной для организма, а именно начинает выполнять такие процессы, которые приведут к тому, что в тонких телах появляются какие-то жесткие энергетические структуры, либо даже застои. Естественно, движение энергии нарушается, та, которая руководит нашими физиологическими процессами, и это потихонечку, ну, верно, начинает передаваться на физическое тело, на его физиологические процессы, в результате возникает что там, где-то там застой крови, где-то там спазм мышц, где-то там еще что-то такое, но в основном идет действие идет через спазмы, через застой, может к тому, что тот или иной орган или участок тела не получает того, что он должен для нормальной своей жизнедельности, и возникает недомогание, затем болезнь и разрушение в целом, то есть вот это негативное мышление, позитивное это когда наоборот вы стараетесь как бы подхлестнуть свои тонкие тела, задать им программу, чтобы они заработали, и вот здесь вот прекрасный пример создателя образно волевых настроек, вот он с помощью тех настроек, когда физическое тело было разрушено, ему дали инвалидность, когда в 19 лет он получил на фронте серьезнейшее ранение, его комиссовали, и все, сказали дальше тебе ничего не светит, и вот он с помощью образно волевых настроек поднял себя, снял инвалидность, стал полноценным человеком, то есть это пример позитивного мышления, когда мысль начинает работать в выбранном человеке направлении на созидание того, что ранее там было разрушено, утрачено, то есть физическое тело, конечно, можно разрушить чисто физически, но тонкие тела, тонкие тела, их невозможно разрушить физически, их только можно разрушить теми же энергиями, из которых они состоят, а состоят они в основном из чего? Был, говорит, из нашей умственной, энергии, которая как раз на них и влияет. Вот. И поэтому, если мы наоборот, тут и обращаемся, самое интересное, в нашу организму состоит из ряда главных органов, которые имеют свое собственное сознание, это самое интересное, во вселенной существуют планеты, солнечные системы, галактики, которые имеют свое сознание, так точно, человек имеет свое сознание, кошка свое, собачка свое, микроб свое сознание, грибки и так далее, все свое сознание, и вот когда мы обращаемся к этому сознанию, еще осознанно и побуждаем его к теменным действиям, получаем соответствующий ответ, что и делал Сытин, вот в чем его большая заслуга. вот и Юра, да, хочу дача, очистили парк Маяковский, да, хорошо очистили, отлично, прям приятно посмотреть, как причесали, твой однофамилия, Смалахов, Саня, Саня, да, руководила, ага, а я знаю, кто-то подходит, а как зовут, не знаю, спрошу, на машине белой ездит, да, хорошо, вот надо же, как бывает, ну да, тут очень много народу работало, вот, вот такие дела, что касается мышления, то есть с помощью мышления можно, что касается организма, уравновешивать процессы в нем, чинить его, если что-то там поломалось, взбадривать, не знаю, чем можно разрушать его, далее, с помощью мыслительного процесса мы можем делать такие каналы информационно-эналитические связываться с эгрегорами, мы можем притягивать разного рода ситуации и делать жизнь более осознанной и ну и нам удобно так 4 километра пройдены это хорошо посмотрим, что там с нашей собачуркой той маленькой вот интересно, куда же те два путенка делать вот так-то загинули самое интересное я думаю вот этот маленький первым куда-то уйдет в небытие оказалось нет может этих двух как более активных забрали куда-то люди ну вот так вот беседа получилась о мышлении несколько сумбурная такая но тем не менее мне самому это понравилось то есть когда ты в беседе разбираешь те или иные вопросы понятия то ты самых для себя более лучше выясняешь понимаешь и далее применяешь то